Друзья, подписчики, я всех приветствую, Юджин Влокс на связи. В общем, хочу вам рассказать немного о своих планах. Сегодня, правда, я хотел это видео вчера записать, но вчера как-то день вообще не задался. Короче, блин. Сейчас. Не знаю, как эта навигация отключается. Машину приходится перезагружать. Так. Да, хотел как бы видео записать 1 сентября, там рассказать вам о своих планах как бы на сентябрь, ну и вообще на будущее. И вчера, 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 ну вчера я что-то был занят работой, потом там я еще на днях купил игру, вообще что-то на копейки, по-моему, 5 или 6 долларов, или даже 4. На стиме называется гримдаун, игра, ну, не особо новая, по-моему, 16-го года, если я не ошибаюсь. Но, блин, я несколько игр вот в последнее время покупал, если кто на игры стримы приходил, я там рассказывал, но реально мне что-то ничего не зашло. Ну, доту я не покупал, она бесплатная, короче, в доту я что-то пару дней покатал, надоело. Киберпанк катал, короче, но я его давно купил, но его просто там апдейты делали, короче, чё ж я катал еще, а, квейк, думэтернал купил, короче, ну много чего там покупал, ну так, все, пару дней покатал там, и как-то душа не лежит. А здесь игра реально подзавис в ней. Ну, в принципе, от Diablo у меня тоже был такой этот эффект. Третью, когда я взял, тоже в нее катал-катал, там пару раз, по-моему, прошел весь этот компанию. А здесь, короче, как начал играть, и тоже как завис, в первый день катал, что-то там чуть ли не до утра, потом лег спать, работу, короче, проспал. Вот. Ну и вчера вот это тоже в нее катал, поэтому, как сейчас и видео не выкладываю, и, ну, некогда делать, то, что я в игру катаю, ну и так своими делами занимаюсь. Короче, по планам, да, ну, спасибо всем, кто комменты пишет, они очень мне помогают. Блин, машина настолько захламлена, ни хрена не найти. У меня тут ветошь была. Где она? Сейчас, секунду. Вот она там стала. Да, очки надо протереть. Да, ну, в общем, по комментам написали, последнее видео, это, по-моему, была новостью трейлера 4. Сказали, что слишком все захламлено. Короче, я решил сейчас, ну, вот, как бы с 1 сентября немного приостановить динамику покупок. Ну, стараться, как бы, покупать поменьше, побольше экономить. Сейчас пока, там, рассчитаться со всякими кредитками. Ну, как бы, финансы подорганизовать. Ну, такое, короче, сделать перерыв от всяких, как бы, бесполезных покупок. Хотя бы на, ну, не знаю, хотя бы до Нового года продержаться, посмотрим. Вот, в принципе, все, что я хотел, я купил себе. Сегодня, вчера, позавчера, ну, вот эти последние дни, там, поприходили все мои заказы. О, совсем другое дело. Как бы, блин, пока очки не протрешь, ни хрена не видно. Поприходили мои заказы. Короче, что я там заказывал? Ну, я вам говорил, пару заказов по часам. Сейка, это королевская черепаха. Ну, сделаю как-нибудь видео, но не говорю, что прям в ближайшее время, как руки дойдут. Вот. Короче, решил я в комплект к этим часам заказать еще одни Омеги. Ну, недорогие, короче, тоже бушные брал, кварцевые. Тоже покажу вам их. Сегодня привезли Омеги, вчера привезли Сейки. И купил, я тоже вам про это говорил, один фотик, который я... Ну, я сейчас, видите, фототехнику в основном уже редко покупаю. Ну, как, во-первых, я-то ее покупал еще давно. Я вам рассказывал, в основном, по секундам. И там, и по ebay находил варианты. Вот. Ну, много в те времена я хороших покупок купил. Вот. Они у меня до сих пор. Ну, как, у меня, в принципе, вся оптика эта до сих пор. Я вам говорил, что фототехнику не продаю. Но у меня много уже парных скопилось. Может, тоже надо ревизию провести. Может, какие-то продать. Хоть смысла особого и нету. Но вот в 12-14 году, вот еще немного, там, 15-16, так еще попадалось что-то. Тогда было. А сейчас вообще как-то найти все сложно. Или цены супердорогие, или, короче, состояние убитое. Ну, все старое, но постепенно вымывается, вымывается, короче. Хорошие версии люди покупают. Они оседают в коллекциях. Старые бродят по рукам. Ну, и плюс у фотографов, видите, спрос на старые объективы сильно вырос. Вот в этот период, как раз, где-то вот 15-16 годы, как скачок был. Короче, ну, в секонд-хенде я брал несколько объективов, там, камеры он показывал. А ЦБ я уже давно еще не был, а здесь нашел один объектив, увидел, который я уже искал, ну, давно, много лет, короче, я его искал. И никогда мне не удавалось его купить. То ли, короче, перебивали мою ставку. Ну, как бы цены уже задирали неадекватно. То есть, реально, я вам скажу, там, объектив, ну, как бы он стоит сотку вообще. Ну, я бы отдал сотку. А так, цены задирали за 300 с хером. Вот я участвовал в объективах. Ну, это вообще с ума сойти. В три раза. От того, что, как бы я мог себе позволить. И по итогу я уже как-то, ну, забросил это дело, но я все равно как за ним следил, следил. Ну, они, во-первых, редко вообще бывают, исключительно редко попадаются в продажу. Ну, и если попадаются, на них там гигантский спрос, короче, или перебивают, или выкупают. Ну, короче, там, я даже не знаю, на настоящий момент, есть хоть один в продаже или нет. И, короче, увидел вот тоже где-то пару недель назад. Короче, следил за аукционом. Ставка там была или с нуля, или с девяти долларов. Ну, короче, такое. И тоже много этих вотчеров, много ставок. Ну, я уже давно в этой теме, я знаю, как, в принципе, стратегия, как действовать. Короче, выиграл в итоге. Сто двадцать восемь долларов, очень доволен. Вот. Ну, это я вам не про объектив хотел рассказать, а просто про то, что как бы все покупки завершены. Ну, как доволен? Я вначале, конечно, сомневался и не особо это был доволен, потому что фотки, понятно, по фоткам качества объектива не понять. И люди, которые их перепродают, они в основном в секонд-хенде их находят. И потом выставляют, они даже цену не знают, там, за десять баксов ставят, ну, за сколько купят, за столько купят. Ну, типа, в виде аукциона. Вот. И многие из них-то и не знают, как там проверить тот объектив, какие в нем дефекты, важно описать. Ну, я с качеством объектива был в шоке просто. Когда я его получил, посмотрел, он идеален. И за такие деньги, то есть... Ну, это я искал его себе в коллекцию, потому что это один из моих самых любимых объективов. У меня есть другие версии его в разных исполнениях. Но именно это самое... Ну, как, на мой взгляд, самая востребованная, самая такая вот версия редкая. Редкая и самая такая старая в белом корпусе. У меня есть несколько черных и с разными, на разные камеры они. Но вот именно эта версия, я ее хотел именно для коллекции и не мог никак найти. Вот. Ну, понятно, что это не какие-то там суперобъективы, которые по тысячам долларов. Но у него очень уникальные фотки. Я раньше много фотографировал. Вот. Ну, фотки выкладывал. Они есть и в ВКонтакте, по-моему, в Инстаграме. Не знаю. В ВКонтакте, наверное, скорее всего. В моих альбомах фотографии. Вот там. Так, ладно. А, ну и последнее. То есть, получается, вчера, 1 сентября, это работало. И, короче, я вам говорил, езжу в секонд, чтобы смотреть комп. Почему? Потому что я же собрал, ну, один майнер, и мой комп работает как майнер. Сейчас цены на эфир в космосе. Я не знаю, сколько сегодня я не смотрел. Вчера было 3 500. Короче, у меня там 150 с чем-то мегахешей. Короче, деньги текут рекой. Но проблема в том, что одна видяйка у меня неиспользуемая, да, которую я со своего компа вытащил и поставил 3070. А видяйка 1660 GTX. Ну, не супер, не TI обычная. Но все равно она дает 23 мегахеша. И, блин, что их терять? Это как бы небольшие деньги. Ну, так. Ну, все равно в месяц там сколько-то набегает. А так она просто лежит. Я думал взять комп под второй майнер. Но вот буквально там вот тот я купил, да. Вот тут, помните, я вам показывал этот Dell XPS. Ну, кто смотрел новости в жизни трейлере. Третья, четвертая часть я вам его показывал. Там, как я его собирал, потом как уже установил. Ну, тот был более-менее современный. Он 2012 года, там Core i7, там, короче, все такие, ну, более-менее современные технологии. Винда там, лицензионная, я не помню какая там, десятая, по-моему, была. Ну, видимо, там была старая раньше, они ее апгрейднули, вот. Да, седьмая или... Я, короче, не помню, или десятая. В общем, апгрейднуто я там уже была. Они, видимо, потом купили другую, туда поставили. Ну, лицензионная, все работает. Я же ее переустановил. И, в общем, тем майнером очень доволен. Там у меня стоит 3060. Да, 12 гигабайт, да. И, короче, майнит свою копеечку за 20-то баксов. Плюс еще видяйка с него осталась. Там видяйку можно только за 20 баксов. Ту продать, которая там стояла. Там такая внешняя. И, короче, получается, буквально вот как-то на днях я ездил в Second. И попался там Dell, только не XPS, а Impression. Или я не помню. Или Precision. Короче, какая-то другая модель. Которая, не знаю, никакого года, ничего там внутри. Короче, не было времени его смотреть. Но он стоил вообще десятку. Блин, лежит в багажнике. Неохота сейчас идти. Это камеру снимать. Его там показывать. Короче, он белого цвета. Такой корпус. Типа десктопа. Но 9,99. Без кабелей, без ничего было написано, как есть. Я думаю, ладно, хрен с ним возьму. Но у меня были сомнения, что туда видяйку можно всунуть. Но я думаю, мне-то ее всовывать не обязательно, в принципе, в корпус. У меня Razer есть. Короче, с этим расчетом и взял. А так вообще не было компов. Там было только какое-то старье. И корпуса были пустые. Такие уже раскачегаренные. Ну, там блок питания. И плат ничего нет. Но с этим мне тоже неохота заморачиваться. Как бы не хочется ничего докупать. И вчера, вот это 1 сентября. Получается, это у меня должен быть, по моему плану, первый день экономии. Ну, а часы-то и компы я всегда смотрю и объективы. Ну, как всегда, когда время есть. Ну, сейчас, видите, мне после работы нечем заняться. Вот 6.30, например. Что я буду делать? Перед закрытием оно до 7 работает. Заехал, быстро глянул, что там есть. Буквально там 5-10 минут прошелся туда-сюда. Ну, мне еще еда нужна была для кота и такое, короче. И, может быть, сегодня, не знаю, за продуктами заеду. Вот. И бенз надо заправить тоже, видите, на нуле. Короче, то есть так, после работы я небольшие поездки делаю. И, короче, вчера поехал. И, блин, первый день экономии попадается вот этот комбо 12.99. Короче, он такой же Dell Express, как у меня тот. Только тот у меня чисто какой-то офисный. А этот вообще реально геймерский. Его невозможно поднять. Блин, не знаю, сколько он весит сейчас. Я хочу вам показать цену, чтобы вы знали, что я не обманываю. 12.99. Короче, ну, он, по-моему, все-таки староват, да. Ну, тут еще открывается, короче, там дверцы. Сам он открывается вот этой ручкой. То есть его даже не надо разбирать. Вот просто ручку открываешь, и все, там не снимается крышка на болтах. Я, короче, охренел там с этого компа. Тут 13 баксов, но нет у других, друзья. Ну, сколько? Можно ждать еще месяц. А я каждый день теряю деньги, понимаете? Поэтому пришлось этот брать. Мне кажется, в него-то видяйка по-любому влезет. Но неизвестно, работает он. Ну, как нужны работы, конечно, надо заняться этим. У меня есть SSD-диск с Windows лицензионным. С моего старого компа на 128. Пойдет сюда, если что, поставлю. Если там винда или старая, или нет ее. Поставлю свой жесткий с Windows в видяйку, воткну, и пусть себе работает. Ну, а если там нет проблем с материнкой, с процессором, чего-то такого. Если даже с памятью проблема, я думаю, что это не проблема, потому что я с того вытащу дело. Там памятью 4 планки. Там так много не надо. Там и 4, в принципе, хватит для майнинга. Ну, 8. Но я ее не вытаскивал, потому что смысл. Ну, 16-16. Она дорого не стоит. А комп все-таки быстрее работает. Так, вот это что? Ну, по часам, да. Да, сейчас, короче, часы больше пока не покупаю. Но у меня как-то я уже не хочу особо ничего покупать. Нету никаких моделей, которые нравятся. И я так особо сейчас за ними не слежу больше. Ну, как бы получается, это я хотел покупать, да, когда... Ну, мне чего-то хотелось, сейчас как бы и не хочется ничего вроде бы. Ну, вот когда у меня эти омеги появились. Ну, эти и те, то, как бы, мне кажется, они все задачи мои покрывают. Ну, те, которые вторые, я вам сказал, купил, они дешевле в два раза. И там модель тоже Си-Мастер, только этот Си-Мастер с безелем, ну, чисто Си-Мастер, не 30 метров. А тот Си-Мастер такой без безеля, как Роликс, выглядит на 150 метров. Ну, как, в принципе, БУ, да, ну, состояние, ну, я считаю, по цене нормально, потому что там модель старая-старая, и они, как бы, больше их не становятся. Тоже, омега сейчас не делает хороших кварцевых, если и делает, там, цена, космос и качество не очень. Ну, я даже не знаю, есть ли они сейчас в продаже, потому что у них на сайте вроде есть, но там уже метки рисованы, а не накладные, как здесь. И как в тех тоже, в старых. И их все равно нигде нету в продаже по адекватным ценам. Ну, сейчас вообще цены на часы выросли сильно, ну, на такие, на омеги, на роликсы, поэтому, в принципе, я-то их для ношения брал, но, думаю, что даже если захочешь продать, то через пару лет, я думаю, продаж, ничего не теряю. А так я их уже все прослед отрегулировал. Ну, в принципе, хорошие часы, идут очень точно, попадают в метки, с ними есть, это, ихняя родная карта, омеговская, гарантийная. А, понятно, гарантия уже закончилась, но все равно приятно, и браслет полный. Здесь я покупал, здесь, да, были звенья, но я так считаю, что это не все были, которые должны идти изначально. Здесь, наверное, пару звеньев все-таки не хватало. А там, по-моему, фу-фу-фу все. Ну, если я правильно осмотрел, ну, там, если собрать полный браслет, он намного длиннее, чем тут. Вот. Вот это вот я вам хотел рассказать. Вот. Ну, и сейчас, да, то есть, получается, по планам хочу делать упор уже сейчас на очистку трейлера, на уменьшение покупок. Ну, какие-то вещи буду сейчас, видите, продавать. Там я уже несколько вещей закинул, там, на разные сайты, там, туда-сюда. Ну, и в основном какие сайты? На Креглисте я в основном все продаю, что такое крупное. Ну, там нормально продается, я же там вам показывал и видяйки, и компы, и все там продавал, там. Вот. Просто, как бы, дешевые вещи, знаете, какие-то, которые стоят, там, копейки, мне с ними заморачиваться неохота. Поэтому что-то дорогое я продаю, ну, там, к примеру, эту хлебопечку хочу продать, потому что, ну, блин, у меня их слишком много, она новая в упаковке, цена должна быть хорошая за нее. Надо вот хлебопечку выставить, ну, ту японскую, я вам показывал, сэконхэнда, за джируши в коробке. Ну, и это я вам просто говорю для примера, чтобы понимать ситуацию, что много вещей, которые, как бы, да, захламляют мне трейлеры, и я, как бы, ими пользуюсь редко, но, как бы, продавать их, там, за 5-10 долларов смысла нет. Поэтому я вот сейчас думаю, или их придется выкидывать, ну, как выкидывать, конечно, нет, сэконхэнт обратно отвезти, вот. Ну, тоже надо подумать, может быть, что-то в Каролину приходится, ну, что-то придется и выкинуть. Вообще, надо, как бы, вот, продолжить эту организацию, да, вот, как я вам показывал, что там, в шкафах ревизию делаю, как бы, все, ну, не нужно, я там, оттуда водостаю, что-то нужное кладу, ну, короче, вот этим надо заняться, хотя бы в день, вот, по часу, по два, там, тратить, да, и по вечерам, вот, после работы, но сейчас, видите, игра у меня все время занимает, поэтому я не успеваю. Но сейчас мне надоест с нее играть, может, со следующей недели уже начну уборкой заниматься, вот. Ну, а в секондхэнте, что мне надо? Получается, комп мне уже не нужен, то есть, мне, получается, уже, в принципе, ничего там не надо. Ну, как я вам говорю, это в основном для развлечения, чтобы нечем заниматься, вот, погода хорошая, что сидеть дома после работы. Во-первых, прокатиться, ну, гляну часы, там, объективы, такое, буду собирать коллекцию секондхендовских часов, как инвестиционную, такую, как, ну, я вам расскажу поподробнее, я записал уже видео, я не помню, в 4К, не в 4К, по-моему, в 4К, по секондхендовской коллекции часов. Ну, то есть, это часы, которые я, как бы, собираю в секондхенде, как хобби, но я их не нашел, пока не продаю, то есть, просто, ну, не знаю, для чего-то собираю, там их не так много, они одну маленькую коробочку занимают, вот. В общем, на видео посмотрите, я вам свои мысли рассказал, там, отпишитесь, если у кого свои мысли есть по этому поводу. Вот, ну, посмотрю, часы, объективы, короче, инструменты, технику, вот это, наверное, смотреть пока не буду, потому что, она, конечно, тоже нужна и то, и то, но, видите, сейчас ситуация реально критическая. Я, вон, комп в машине храню, что, потому что его даже и деть негде, ни во дворе места нет, ни в трейлере, то есть, конечно, я его заберу в трейлере, буду заниматься, но надо там сначала подготовить место, куда-то могу ставить, где им заниматься, короче, такое, кабеля на него найти, кстати, у него кабелей никаких не было, надо кабель питания, и кабель к монитору, клавиатуры и мыши, это у меня все есть, в принципе, тоже спасибо секонд-хенду, там и купил клавиатуру и мыши, вот. Ну, как давно еще, конечно, я никакие новые не покупал, зачем у них миллион. Так. Да, вот, 6.40. Как раз у меня 10 минут 15 хватит там пройти, посмотреть то, что меня интересует. Полин. Я уже больше дорогу не буду ни обратно записывать, ни в магазин, именно потому, что, видите, солнце как ярко. Оно вечером всегда так, я уже ездил, надо закрывать вот эту хрень, потому что, блин, слепит, я вообще не вижу ничего. И без нее невозможно ездить, ну, вот этот солнцевик или как он называется. А у меня тут камера прикреплена. Поэтому, друзья, ну, видео, в принципе, и так долго, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Вот. Как я вам сказал, основные задачи это уменьшение покупок, очистка трейлера и... Ну, очистка трейлера в себя включает, как бы, и организацию, и, там, продажу вещей, избавление. Ну, короче, там несколько этапов. И... Ну, и так же в планах вот эта сборка компа под майнинг. Ну, и по часам видео постепенно буду выкладывать, но это не в срочности, потому что... Как бы в самом... Ну, потому что оно никуда не денется. Они могут... Я их не ношу, они в коробках лежат. Как руки дойдут, так обозрю. Но прямо так, чтобы... В этом нет срочности. Вот. В общем, всех с началом осени, друзья, с первым сентября. И всего вам наилучшего. Исполнение всех ваших планов, желаний. И да благоволит вам Господь. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok